Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, точнее текст, не вопрос, вопроса там, к сожалению, как такового-то не было как раз вообще. И, собственно, первое, что хочется вам сказать, это то, что о всем вопросах, собственно, то есть, чего вы хотите от психологов. То есть, ну понятно, что есть проблема определенная, да, что мужчина смотрит на форму. Есть проблема, понятно, что вы испытываете от этого боль, что вам больно, вы плачете истерите и так далее. Есть проблема очевидная, что, допустим, вы уже откладываете свадьбу, да, достаточно, ну, долгое время, вот, потому что нет финансов, вот. Это вот проблемы есть, вот эти проблемы такие есть, три проблемы, да. Вот, причем у мужчины это тоже явно не какое-то такое, ну, как удовольствие, а у мужчины это явно тоже как элемент зависимости, судя по тому, что вы описываете. Вот. То есть, это три проблемы. Возможно, даже проблем больше, но сейчас мы поговорим только об этих трех проблемах. Ну вот. И, собственно говоря, что дальше? То есть, ну, что дальше будем делать с этими проблемами? Что вы хотите делать с этими проблемами? Потому что проблемы есть, и они, ну, скажем так, достаточно значимые, да, они достаточно серьезные. А вы никакого вопроса не задаете. То есть, вы по факту производите впечатление человека с, в общем-то, очень низкой самооценкой, неуверенного в себе, и склонного обвинять других в своих проблемах, вот. Ну и плюс ко всему вы склонны сравнивать, да, склонны сравнивать себя с другими. Вот. То есть, тут на самом деле, ага, что цена достаточно очевидна. Мужчина ваш меняться не особо хочет. Он только обещает, что не будет. Смотришь. Но, опять же, что такое обещание, да? То есть, что есть обещание? Грубо говоря, он вам обещает? Он вам обещает. А что дальше? То есть, а взамен-то, взамен-то что? Вот просто, что взамен? Что взамен человек получится, если он не будет смотреть, например, в порно? Вот вы ему верите, когда он обещает? Вы ему верите. Но что он получит? А ничего не получится, судя по тому, что вы описываете. Так что это вот один из важных моментов. Второй важный момент, это то, что вы, ну, не нравится вам, что мужчина это делает. Ну, считаете вы, что он вас оскорбляет, да? То, что он вас оскорбляет, уничает, как вы говорите, и так далее. Что вас не поддерживает. Почему вы с ним до сих пор? Если он вас оскорбляет, уничает, и так далее. Но ведь есть же, наверное, какие-то причины, по которым вы до сих пор с ним, несмотря на всё то, что он делает. Такие причины, безусловно, есть. Я предлагаю вам о них подумать. Пока что, предположительно, проблема заключается в том, что вы боитесь одиночества. Вы боитесь, что человек вас бросит. Вы боитесь, что вы останетесь одна. Вот. Вы боитесь, что ни с кем в отношениях вы больше не будете. Вот. Вы боитесь, вот, пока что, по моему мнению, это. То есть, есть какие-то моменты, есть какие-то моменты, которые удерживают вас с этим человеком. Вопрос заключается только в том, что это за моменты, что удерживают вас с человеком. Да? Какие это моменты, что удерживают вас с человеком. Несмотря на то, что он ведёт себя, ну, по отношению к вам вот так. Негативно, негативно. Итак. Здравствуйте. Помогите разобраться. Мужчина постоянно смотрит порно. Чем-то что я из дома, он смотрит порно. Я проверяю, контролирую. А зачем? Зачем вы проверяете, контролирую? Вот здесь начинается уже перенос ответственности. Сразу. Если вы проверяете, контролируете, значит, пытаетесь за счёт мужчины скомпенсировать что-то, чего не хватает вам. Вот. Вот и вопрос, зачем возникает. Почему? Дальше вы пишите, мне это больно? Давайте разбираться. С чем связана боль? Ну, если вы хотите разобраться, ну, так вот, давайте разбираться. С чем связана боль? Боль – это ваше чувство. Возникает оно у вас. И свидетельствует это чувство в первую очередь о том, свидетельствует, что для вас данный аспект представляет определённую угрозу. И он действительно представляет, потому что вы себя с ними сравниваете. Так, а где первая причина? В том, что вы себя сравниваете с кем-то или в том, что мужчина смотрит порно? Кстати, а не потому ли вы выбрали себе такого мужчину, что сомневаетесь в себе, что позволяете ему сравнивать вас с кем-то ещё, как вы считаете? Дальше. Вообще, эта проблема возникла очень давно, лет шесть назад. И, как бы, что стояло у истока проблемы? Как эта проблема появилась? В результате чего? Я закатывал такие скандалы, такие истерики, меня душила боль. Ну, с этой болью вы, я так понимаю, сами справляться не хотите. То есть, вам нужно мужчину обвинить, да? В чём-то. Мужину обвинить. То есть, это ты виноват. Это не из-за тебя больно. Из-за того, что ты смотришь порно, мне больно. А не из-за самого себя, не из-за своих чувств, за которые я не хочу брать ответственность. И спокойно, и неспокойно объяснял, что мне больно от этого просил. Да. То есть, вместо того, чтобы разобраться с причинами боли, вы просите этого не делать. То есть, боли вы избегаете. Ну, происходит, как бы, происходит, как бы, побег от боли. Происходит, ммм, убегание от боли, избегание. Вы избегаете от боли. В данном случае. Ну, это вот. Вопрос. Опять же. Квал. Да? Дальше. Но он всё равно смотрит тихаря. Обещает и клянётся, что не будет смотреть. Ну, только опять, да, обещает и клянётся, что не будет смотреть. То есть, что-то я у себя заберу. А что я получил взамен? А вы спрашивали у него, почему он это делает? Вы спрашивали у него, ну, как бы, что двигает им, когда он смотришь это? То есть, для чего он это делает? Интересовались ли вы у мужчины, что ему нравится вообще? Особенно была, была ситуация, когда после того, как я в очередной раз увидел, что он смотрит, я плакал сильно и говорилось, что мне больно очень от этого. Он почти тоже плакал, когда тот мне доставил боль, клянулся, что больше не будет смотреть, он это убирает. Но, слушайте, ну, здесь у вас чувство вины. Здесь, слушайте, у нас чувство вины человека играет. То есть, как бы, вызывайте у человека чувство вины, я могу вам, ну, совершенно точно сказать, что ни к чему хорошему это не приведёт. То есть, вот, чувство вины, да, оно ни к чему хорошему не приводит, не приводит. К сожалению, то, что вы делаете, вы играете у человека на чувство вины. То есть, это никак не та позиция, которая может что-то хорошее принести вам и вашим отношениям. То есть, опять же, вы обижаетесь, вы обижаетесь, вызываете чувство вины у человека, вот. Человек чувствует себя виноватым, что-то делает, ориентируясь на, значит, своё вот чувство вины, ориентируясь на него. И, естественно, потом она, потом она это делает опять. Потому что, вы серьёзно считаете, что это случайность, это промах вашего мужчины, что вы видите? Нет. Он подсознательно хочет, чтобы вы увидели. Он подсознательно стремится к тому, чтобы вот почувствовать себя виноватым. Он подсознательно специально делает вещи, которые стопроцентно вызовут у вас негативные эмоции, именно и только для того, чтобы испытать это чувство вины. Почему? Потому что ему оно нужно. Чувство вины. Без него, без чувства вины, человеку тяжело. Вот. Кто-то такой мужчина. Ещё таких мужчин называют мазохистами. Вот. Вы выбрали себе мазохист. Являясь при этом сами, в некотором смысле, тоже мазохистом по отношению к себе. Дальше. Так. Значит. Через пять минут после того, как он положил трубку, он успел смотреть порно. Как это возможно, ему плевать на мои чувства? Да нет. На самом деле, как бы, к вашим чувствам не имеет никакого отношения. то, что он смотрит порно, его просмотр порно, и ваши чувства не имеют связи. Вот. Понимаете? Понимаете? Ну, вы для себя, вы для себя, это видите. Так. Не случайно. То есть, вы для себя видите эту историю. Вот. Вот такой. Ну, я бы сказал, совершенно не случайно, потому что, ну, образно, образно говоря, вы обесцениваете сами, сами, свои чувства. Вот. И именно, именно потому что, вы обесцениваете свои чувства. именно поэтому, вы считаете, что обесцениваете порно, с его стороны, ну, бьет по вам, бьет по вашим чувствам. Вот. Вот. То есть, это вот, именно, такая связь, такая цепочка связи. Ну, не наоборот. Не наоборот. Не наоборот, абсолютно. То есть, связи на самом деле. Нет, 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 но для вас она есть. Для вас она есть. Для вас она есть. Открылась, потому что. А. Ну. Собственно. вы не уверен, не уверен в себе. Дальше. Так. Дальше. Раньше отмазки били, я смотрю, потому что это скандалищины постоянно. Естественно, скандали постоянно из-за порно, из-за того, что он складывает слаг больше 3 года из-за финансов. Нет, 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 это не естественно. То, что вы скандали. Это не естественно. А вы скандалите из-за этого, вы скандалите из-за своих противоречий, которые есть у вас. Понимаете? Так у вас есть определенные противоречия и скандалите вы из-за того, что вам, вам, что-то тяжело. Знаете? А не из-за того, что он там что-то смотрит. Не из-за того, что у нас складывает свадьбу. И так далее. Это опять же разные вещи. Заметьте, у вас нет никаких личных границ. Контролируйте вы мужчину, чтобы обеспечить себе, себе, ну, безопасность. Вот. Вы, вы контролируете мужчину, именно, именно поэтому. Потому что вам нужна безопасность. Вы очень сильно нуждаетесь в безопасности. Но, опять же, ответственность за нее на себя не берете. И так. Мозор зумплана из-за чего-то, свадьбы откладывают из-за чего-то, и не из-за финансов. Хотя вы, после всего этого хотите все еще выйти за него замуж. Дипломы нужно слить куда-то негативно после скандала Энерго. Ну, опять же, опять же, да. Я не знаю, насколько это так. Я не знаю. Но, может быть. Может. Может быть. Это правда. Может быть, это правда. И, если это правда, то, ну, вы все-таки принимаете участие в скандале. То есть, так иначе вы генерируете негативную энергию у мужчин, для мужчин с моим скандалом. Вот. То есть, нужно просто перестать скандалить. Для чего нужно, тогда бы работать со своими чувствами и эмоциями. Потом он стал говорить, что ему просто нравится секс смотреть, потому что ему хочется возбудиться. Ну, это уже вопрос, как бы, более, такой, деликатный. А теперь, что я его не удовлетворяю, хотя секс-саж есть, редкий, ну, почему редкий? Потому что ему этого достаточно. Что я поправил, что его уже не так возбуждают, что он меня уже не так... А из-за чего поправились? Ну, предотвращение на бред, это меня привело в беженство. У нас почти нет секса. Я истину твёртми хотел, типа, хоть я тебя замуж возьму. Это как? А как же я? Или мне секс не нужен? А, всё верно. Только здесь уведете себя как жертва. Мужчина относится к вам так, как вы видите себя. Он вас не уважает, вас не ценит. Ну, и, помимо того, что есть противоречия между тем, что он плачет, как вы говорите, он тоже почти плакал из-за того, что взял на боже. И тем, что вот он пишет, что он говорит такие вещи, то есть не с противоречиями, да. Человек, который готов плакать из-за того, что принял на боже, но он не будет говорить таких вещей, типа, сделай что-нибудь, я от тебя хотел, ты похудей, я похудей, я тебя замуж возьму. Это с противоречия как он, на самом деле. Но, кроме этого, вы так, вы человеку так позволяете с собой обращаться. Вы ей позволяете. Почему? Ну, опять же, боитесь. Боитесь, да, ладно. Боитесь одиночество. Возможно, боитесь одиночество. Задевает, что он смотрит определенных актрис, качает с ними фильм. У них и грудь больше, и фигура. Я чувствую себя ничтожеством и уродом, ненавижу его всем сердцем, за его все оскорбления и унижения. А какие оскорбления и унижения, я вот не очень понял. Далее, вы чувствуете себя ничтожеством и уродом. Это ваше восприятие себя. Это комплекс. Это ваш комплекс. Дело здесь не в актрисах. Дело здесь в том, как вы воспринимаете сами себя. Вот в этом все дело. Знаете какая штука, какая штука? Вот. То есть, опять же, здесь нужно разграничить этот момент. Дальше. Я по этой причине стал заедать свою боль давно из-за порно актрис. Ну, опять же, вот то, что вы пишете, да, по поводу того, что вы изъедаете свою боль, это ваш выбор. Боли избегать. Это ваш выбор. Делать вид, что боли нет. Изъедаете вы свою боль не из-за его порно, а из-за себя, а из-за своей боли. Он никогда не чувствовал, что лучше всех. Потому что вы не являетесь лучшим всех. Поэтому вы не можете быть лучшим всех. Никто не лучше кого-то. С детства у вас идет сравнение. Вы хотите сравнивать себя с другими. Вы сравниваете себя с другими, скорее всего, с детства. Потому что в детстве вас сравнивали опять же с другими. Вы не можете быть лучше всех. Вы можете вести себя с достоинством. Вы можете показывать свои индивидуальные ценности и черты. Вы можете это делать. Но вы не можете быть лучше всех. Не нужно быть лучше всех. Нужно быть просто лучше. Лучше. То есть вы можете быть просто лучше. А лучше, чем кто-то. Это уже сравнение от сравнения. Это уже потеря себя. Он игнорирует мои чувства. Потому что вы свои чувства игнорируете. И я готовый расстаться. Как бы смешно не замечал. Он ничего не хочет у него делать. Я сговариваю с ним. Он уходит. Я просто плачу. А из-за чего плачут? В основном человеку уже плевать. На самом деле. Вы плачете из того, что вам больно. Но человеку вам плевать. Вы говорите, вы ничего не хотите для него делать. И с ним вы только для себя. Верно? Мне больно от того, что меня сравнивают с спорной актрисами. Мне это будет позволять себя сравнивать. Вы сравниваете себя? Изначально. Потому что вы, говорите, никогда не чувствовали себя лучше всех. Это ваше сравнение. И вам от этого больно. Смотрят их, потому что они лучше меня. И с чего вы решили. Я говорил им, что его просмотры не попортят наши отношения. Не его просмотры портят ваши отношения. А ваше поведение, и его тоже, но и ваше поведение портят отношения. Не его просмотры. Нельзя ответственность за отношения перекладывать только на одного человека. Он соглашался, обещал, наше покрыт. Так понимаете, соглашусь, я еще раз повторяю. Согласиться и обещать, это не то же самое. Он должен получить что-то взамен. А он ничего не получает. Не получает. И брачу не осуждать за то, что я контролирую и слушаю за его просмотры. Да мы не осуждаем. Я просто говорю, что это тупиковая вещь. Что это ни к чему не приведет. Это, кстати, тоже портит ваши отношения. Именно недоверие. А порно, спорно, что порно. Это просто видео. Еще раз будет болезненно реагировать, что вы не уверены в себя. Ну, потому что, вам, вы сравниваете себя, вы не принимаете себя. Вот это признать. Ну, признать и сказать, что у меня есть проблема, что я себя не принимаю. Я в себе сомневаюсь, я не считаю себя красивой, не считаю себя самой, да. Я не считаю себя идеальной для себя. Вот это проблема. Если раньше, не смотря на лишний вес, я всё равно расслаблялся, получил секс и эмоции, то сейчас полный блок, я стал холодным внутри, но это как будто, опять же, обвинение в сторону мыши, но если вы считаете, что он в этом виноват, расставайтесь, в чём, вы говорите, что вы готовы расстаться, так и где, где, ещё добавлю, что мы разъезжались на время, вот уже два месяца, опять вместе, а из-за чего разъезжались, как мы, почему съехались, что решили, но если спокойно хорошо, он там как сорвался, потом не ругался, но оказалось, не знаю, только он остается дома, а один тоже спор, ну и что? И что? Вы понимаете, что вы своего мышину, таким, какой он есть, не принимаете? А значит, это не любовь, если вы его не принимаете, таким, какой он есть. Так, и опять, опять он обещает, что надо думать, а взамен-то что? А меня дефлама в беденство приводит, я не верю, но не хочу верить, человек не понимает, как это, как сильно это влияет на его женщины отношения. Нет, на семье так надо, нет, вы творите себя, вы пишите, что, наверное, это не нормально, испытывают такие чувства, тут же пишите, что человек не понимает, как сильно это влияет на его женщины отношения. Во-первых, вы не его женщины, вы не его женщины. Нужно смыслить, что, как бы, по сути, отношений у вас нет. Сейчас, по сути, это просто, вот, каждый год пытается за собой другого реализовать свои какие-то желания. Вы не его женщины. Это не влияет на женщины и отношения, его просмотры. И вы здесь перекладываете ответственность себя на него, не желая признать, что есть и ваша доля ответственности за то, что происходит. К примеру, когда это все только появилось, 6 лет назад, вы устроили скандалы и стирку. То есть, то есть, вы не отреагировали, адекватно отреагировали с повышенным вниманием. Смотрите, какая штука. Вы не показали мужчине, что для вас это неприемлемо. Ну, еще раз повторю, это, по сути, вот наш текст, это, по сути, такой детский крик, что все из-за него, во всем виноват он. То есть, никакого вот такого настроя на работу я не вижу. И по опыту я могу сказать, что если ваш мой ответ или ответ коллеги Кудрычева Игоря Леонидовича не отрезвит, то вы будете двигаться просто по пути согласия с вами. То есть, ну, то есть, вы будете склоняться к тем коллегам, которые их согласятся с вами, что это ненормально и так далее. Вот. Я хотел бы на этом моменте чуть-чуть остановиться и сказать, что я тоже считаю, что то, что делает мужчина, это ненормально. А что у него явно, это, как я уже говорил, зависимо. Но, ненормально и то, что вы испытываете, ненормально и то, что вы на него перекладываете ответственность за свою боль. То есть, если бы вы не пришли, ну, к нам на сайт, ну, и сказали бы просто. Здравствуйте, у меня такая ситуация, мой мужчина смотрит порно, я считаю, что это неприемлемо. То есть, мое воспитание, как бы мои ценности, мои устои, мои взгляды, они таковы, что для меня неприемлемо, когда мужчина смотрит порно. И мы бы с вами в таком случае все поработали бы. Вы бы спросили, что мне делать в этом, что мне делать в этой ситуации. И мы бы спросили, что делать, чтобы что. Гармонизировать отношения, разобраться в себе. Мы бы спросили, готовы ли вы изменить свое отношение к этому. Расширить, сделать его более гибким. Откуда такое жесткое не принять. А может быть, если бы вы с мужчиной смотрели и разделили бы с ним это, может быть, он бы перестал смотреть. Кто знает. То есть, мы бы спросили, что вы хотите. Гармонизировать отношения или разобраться в себе. Если гармонизировать отношения, то это ориентирование на человека. То есть, это ориентирование на то, что нужно ему. Чего хочет он, а не вы. Понимаете? Понимаете? Но у вас здесь, еще раз повторю, у вас здесь, в буре эмоций. Да, то есть, в буре вообще просто взрыв эмоций. Что говорит на том, что вы не в контакте с собой. Вы не в контакте со своими чувствами. Понимаете? Вот. И, судя по вашему поведению, судя по вашей реакции, вы считаете, в глубине, видимо, души, вы считаете, что такая позиция, вот такие отношения, это то, чего вы достойны в глубине души. Потому что вы делаете все, чтобы мужчина еще больше продолжал смотреть. Вы не делаете ничего, чтобы он реально перестал это делать. Перестал не в том смысле, чтобы это стало запретом, а перестал в том смысле, чтобы он захотел перестать. Чтобы он увидел реально, чтобы он реально увидел, реально увидел плюсы в том, чтобы не смотреть. Но вы же можете, вы же можете ему только запретить. Правда ли? Вы же можете ему только запретить. А запрет никогда ничего хорошего не несет. Понимаете? И вот я надеюсь, я надеюсь, что вы учтете этот момент. И все-таки обратите внимание на себя, на свои чувства, на свои эмоции, на то, что вы хотите. Будете заботиться о себе сами. Сами будете о себе заботиться. Самостоятельно. И тогда вы увидите, как изменится отношение нашего мужчины к вам при условии, если у него к вам все есть числа. Понимаете? Вы не говорите, я прошу заметить, что он вас любит, или что вы любите его. Ничего такого нет. Понимаете? Вот так можно вам ответить. Если вы и ваш мужчина понимаете, что есть проблема, то самым, самым хорошим решением, самым хорошим решением, было бы обратиться вместе к психологу для начала. И посмотрите, какие проблемы у вас, посмотрите, какие проблемы у него, и после этого уже можно будет что-то делать. Угу. Хорошо. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. В중 вещества. Удачи. 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 Продолжение следует...